Вы слушаете подкаст «Полетим-поглядим». Здесь мы рассказываем о городах так, что вам захочется их посетить. Сегодня мы откроем для вас еще один необычный и захватывающий маршрут для путешествия. В студии подкаста «Фред Барн» и «Юли Купер». И сегодня у меня в гостях Сергей Савин, фотограф-путешественник, который посетил 109 стран. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Мы традиционно начинаем наш подкаст с одного и того же вопроса. И сегодня вы в ответе за то, как туристу добраться до Красноярска. До Красноярска добраться очень легко, потому что из Красноярска в Москву, из Москвы в Красноярск. Но в самое лучшее время там у нас летало, по-моему, по 12 рейсов в день. Все представленные авиакомпании в России, которые летают не только по своим регионам, но которые более-менее Москву захватывают, в Красноярск летают 100%. Потому что у нас есть вечерние рейсы, у нас есть утренние рейсы, у нас есть дневные рейсы. Это напрямую из Москвы. Я так понимаю, что основная аудитория у нас в Москве. Если у нас люди, кому-то удобнее добираться через такие хабы, как Новосибирск и Екатеринбург, там тоже масса рейсов. В Красноярск с удовольствием летают. И если вдруг так уж получилось, что наши какие-то экзотически расположенные слушатели сейчас находятся либо на юге нашей страны, там около где-нибудь в Хакасии, либо наоборот на крайнем севере, то есть дудинки из Норильска и из Абакана, к нам рейсы также летают. Ну и если не забудем про наши тихоокеанские рубежи нашей родины, самые красивые, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск, Камчатский, все к нам летают, Южно-Схалицк, все к нам летают. То есть к нам добраться, самый простой способ, это сесть на самолет и прилететь. А сложные способы вам известны? Сложные способы известны, но сложный самый способ, это как? Это доехать на поезде. Можно сесть опять же на поезд, и Трансибирская магистраль она идет через Красноярск. И когда-то Дэвид Боу с Игипопом, с товарищем, ехали через всю Россию до Москвы, проехали через Красноярск. Но я думаю уж и граждане России также смогут сесть в поезд, воспользоваться услугами РЖД и добраться до Красноярска. Какие-то еще более экзотичные способы, если кому-то очень хочется, вы можете добраться до Крайнего Севера, до города Дудинки на самолете, например, через Норильск, либо через Северный морской путь, не представляю, как у вас это выйдет, потому что пассажирских судов там нет, там только грузовые. Дальше сесть на дизель-электроход в городе Дудинка, и за 6 суток по Енисей вы можете спуститься к нам. Дорога будет очень красивой, если вы выберете осенний период или весенний период, вы из зимы попадете в лето. Потому что, причем, более того, вы из лысой тундры попадете в густой хвойный лес. У вас в течение 6 дней на глазах будет меняться картинка. Если вы выберете для этой поездки май или сентябрь, вы буквально из зимы попадете в лето. У вас каждый день будет все меньше снега, все выше деревья, все более разнообразные пейзажи. Командир корабля, капитан корабля, будет рассказывать вам всякие разные интересные истории. Вроде как вот этот остров, там называется корабль и барочка, в средние века сюда свозили больных чумой. Здесь там еще что-то происходило, тут еще какие-то легенды, там осиновские щеки, где Енисей сужается до крайне узкого момента, а глубина у него становится, как у нормального моря. Ну, массы интересного, посмотрите по дороге. Слушайте, как хорошо, что я вам задала этот уточняющий вопрос. А так бы и не узнали. Серьезно. Так, Красноярск вообще, как я поняла, Сергей, называют сибирской столицей. Почему так случилось? И действительно ли в городе кипит столичная жизнь? Ну, если вы спросите красноярцев, то, конечно же, вам скажут, что Красноярск – столица Сибири, если вы спросите Новосибирск, без сомнения, единого вам скажут «Новосибирск – столица Сибири», ну а в прекрасном Иркутске вам скажут, что просто без единого какого-то сомнения и дрожжи в голосе вам скажут, что столица Сибири – это Иркутск. Ну, это действительно так. Я считаю, что это полнейшая глупость. Столица – это что? Столица – это когда решения в этом городе влияют на все остальные города. Ну, например, то есть столица Сибири, если был бы Новосибирск, и он был бы столицей, реально бы являлся, то какие-то решения новосибирских властей каким-то образом влияли бы на нас. Или, например, какие-то решения наших властей влияли бы на жизнь иркутян, или новосибирцев, или жителей Барнаула, Томска и так далее. Но совершенно точно и определенно власти наши действуют совершенно независимо. Мы понятия не имеем, как зовут глав этих регионов, какие решения они принимают, что обсуждают их местные парламенты, и как они там вообще живут. То есть столицы в Сибири никакой, конечно же, нет. Культурная жизнь у нас совершенно отдельная, экономическая жизнь у нас совершенно отдельная. Каждый живет по-своему, у нас огромное расстояние друг от друга. И поэтому столицы в Сибири совершенно определенно никакой точно нет. Крепит ли у нас столичная жизнь? Вы задали этот вопрос, а я вот ожидал его. Но что такое столичная жизнь? Столичная жизнь, мне кажется, вот этот термин имеет даже некую такую, как сказать, негативную окраску. Что такое столик? Кипит жизнь. Кипит жизнь – это когда в городе плохо с транспортом, и поэтому начинаются какие-то вечерние жуткие пробки, общественный транспорт не справляется с наплывом людей. Ну и тогда это, наверное, люди любят выдавать желаемое, действительно называют это кипучей столичной жизни. Но у нас, слава богу, пробки бывают не так часто. По вечерам они у нас бывают, некоторые задержки на дорогах, но это прямо не так, чтобы мы стояли по два часа в пробках. Как рассказывают в Москве люди, что некоторые даже и домой вечером не едут, идут в рестораны, и только в 9-10 разъезжаются. Кто-то с собой памперсы для взрослых берет, кто-то там еще какие-то штуки берет с собой в машину. Поэтому в этом плане столичная жизнь у нас не кипит. Нет, у нас с транспортом все хорошо. Хорошо. Расскажите о местном климате и сейсмической активности. Пишут, что у вас бывают землетрясения. Правда ли это? Местный климат. До того, как у нас сделали ГЭС Красноярского, это очень долго объяснять, почему. Механизм понятен, почему у нас экология испортилась. Но у нас было раньше как. У нас были очень холодные зимы и очень жаркое лето. Буквально очень жаркое. Ну и понятно, у нас была яркая осень, яркая весна. То есть это были такие прям сезоны, которые было видно хорошо. Сейчас у нас зимы такие же холодные, неприятные, мерзкие, очень влажные. Вот жители Питера любят говорить, что у нас так влажно, и у нас наши минус 3, как ваши красноярские, минус 15. Но когда начинаешь смотреть влажность зимой у нас и в Питере, оказывается, что влажность у нас одинаковая. Но при этом у нас все-таки бывают жуткие морозы и под 40, и под 40 с лишним. Да, у нас бывает очень теплое лето, но часто у нас лето такое смазанное. У нас обычно там начало мая, у нас в апреле некоторые потепления до плюс 15. Вот как сейчас мы наблюдаем. У нас в мае в начале обычно опять выпадает снег. Если в гугле забить Красноярск 9 мая снег, то можно прям посмотреть такие прям зимние пейзажи, хлопья снега на улицах. Июнь у нас, вот такой половина июня прохладная. Потом вторая половина июля у нас теплая, июля у нас жаркий. Август мы радостные, хххх, еще месяц лета, и где-то числа 7-8 августа у нас лето заканчивается. И потом начинается плюс 15, плюс 16. И дальше начинается красивейший сентябрь и красивейшая первая половина октября. Природа у нас такая, что не знаю, чем-то восхищался Пушкин в болгинской осени, но если бы он побывал бы в Красноярском крае в осенний период, я думаю, он бы этот сезон полюбил бы гораздо сильнее. Очень красивая осень у нас и достаточно приятное лето. Если лето выдается жарким, то оно действительно жаркое, там за 30 градусов температура, и все загорают у нас, там масса куда выехать за город. Поэтому лучший сезон для посещения Красноярска, это вот начиная с середины июня и до начала октября. То есть это можно спокойно гулять по городу. Каким бы жарким не был бы день, вечером, как только солнце садится, погода сильно успокаивается. Ночью без курточки, без кофты не выйдешь. И это, кстати, хорошо после жарких дней. И совершенно кайфовая погода у нас осенью. Зимой можно приехать, если вы, не знаю, если вам надо по работе зачем-то, или любите экзотику, можете приехать на Крещенские морозы, это 20 числа января. И вот насколько зима есть холодной в этот год, настолько вы ее холодной и их хватанете. Если зима там у нас способна в какой-то, в определенный год, там, показать вам 36-38 мороза, то 20 января это, скорее всего, это погода и будет. Теперь, что касается землетрясений. Землетрясений не думал, что это такая штука, которая может хоть каким-то образом характеризовать наш город. Потому что землетрясения, да, у нас бывают, но происходят они где-то там, типа, раз в два года, раз в три года. И это обычно от трех до четырех с половиной баллов. Ну, то есть, вот я живу на третьем этаже в кирпичном доме, и я не чувствую вообще ничего. То есть, обычно это происходит как? Раз в телеграм-каналах, в чатах везде появляется. Землетрясение вы почувствовали, вы почувствовали, вы почувствовали. А я вообще ничего не чувствую. Ну, вот реально, третий этаж, ну, вообще ничего не происходит. Обычно это люди, у кого квартира там 19 этаж, 22 этаж, вот в высоких вот домах, у них на верхних этажах, да, у них там люстры немножко покачиваются, и они это замечают. Ну, или там может позвякивать посуда, если у них каким-то образом сохранился советский сервант, там сохранилась стеклянная посуда на стеклянных полочках, то она у них позвякивает. Но в целом это, то есть, ну, как бы, я боюсь сглазить, конечно, но за последние годы, да вообще за все, сколько я живу, в Красноярске каких-то вообще разрушений или каких-то бед, связанных с землетрясениями, у нас ни разу не было. То есть, ничего, ни один сарай не треснул деньги вообще. Это прекрасно. Конечно. Я думаю, вы сейчас многих успокоили своим ответом. Давайте дальше разбираться, как вообще в городе обстоят дела с размещением туристов, какие места вы можете посоветовать в соотношении цена-качество. Скажем так, у нас еще с советских времен в городе всегда было что делать, все-таки в городе миллион жителей официально, плюс еще, сколько неофициально вы можете себе представить, с близлежащих городов, с других республик Советского Союза, там бывшего СССР. То есть, размещение в городе всегда было на любой карман. С приходом капитализма, понятное дело, что очень много денег ушло в гостиничный бизнес и есть как очень хорошие, чистые, очень дешевые хостелы, так и совершенно шикарные гостиницы, там 5 и может быть даже выше звезд, с прекрасными обедами, с совершенно фантастическими убранствами в номерах. То есть, есть все что угодно. Мировые сети, там типа Хилтон, Новотель, Ибис, у нас все это дело представлено, масса своих хороших брендов, гостиницы постоянно строятся новые, так что я даже какие-то названия говорить не буду. Ну, просто тут вопрос в том, что вы хотите посмотреть. Если хотите осмотреть город, ну, селитесь в историческом центре, перечитайте гостиницы в центре. Ну, конечно, не как там в Риме, вокруг вокзала железнодорожного, там примерно 400 гостиниц. Но гостиниц на самом деле достаточно много и даже если вы еще раз приезжаете с очень маленьким бюджетом, очень много хостелов в центре города есть. Конечно же, их не видно, там не висят выриски, хостел, хостел. Но просто я там в силу своей работы, так как я периодически фотографирую для сайтов бронирования, там типа букинга, интерьеры номеров, ну, для работы людям, то я приезжаю то по одному адресу в центре, то по другому адресу в центре. И я прям вижу, что город гостиницами наполнен у нас абсолютно. Если хотите какие-то загородные варианты, с загородом тоже полно прекрасных гостиниц. Опять же, есть дорогие варианты, есть варианты подешевле, там с видом, без вида, там есть к лесу, есть около реки. Выбирать можно сколько угодно, пожалуйста. Планировать путешествия по-прежнему можно не вставая с дивана. Удобно летать по России поможет авиакомпания ЮТЕР. Заходите на сайт ЮТЕР и покупайте билеты по низким ценам, без посредников и скрытых комиссий. А если вы, как и я, любите летать у иллюминатора, то есть отличные новости. Вы сможете заранее выбрать место при регистрации, а также докупить слот для багажа даже после бронирования. И это не все. Выбирайте, чем перекусить в полете. И воспользуйтесь другими дополнительными сервисами на сайте ЮТЕР. Авиакомпания обязательно предупредит вас, если рейс задерживается или будет перенесен. ЮТЕР. Научись летать комфортом. А еще, я так понимаю, город полон достопримечательностей. И посоветуйте, пожалуйста, места, топ-5 мест, которые нужно обязательно посетить в Красноярске. Например, опять же, я поначиталась, понасмотрелась по поводу вашего моста через Енисей. Действительно ли это популярный маршрут или, может быть, что-то я вообще не о том говорю? Смотрите, еще в советское время по поводу мостов у нас в городе была такая информация, что есть во Франции какая-то энциклопедия 100 самых крутых мостов мира. И два из них входили из Красноярска. Мостов через Енисей у нас много. У нас есть один мост, построенный еще при царе. Сейчас, правда, рядом с ним построили новый, потому что у того был срок годности 100 лет, он проработал больше, рассыпаться он не собирался, но на всякий случай построили рядом новый мост. От того, я так понимаю, опоры там все это еще пока стоит. Плюс у нас есть там еще коммунальный мост, который мы можем видеть на уходящих в небытие 10-рублевых купюрах. Этот мост, он опять же здесь. Потом есть у нас мост пешеходный, очень красивый, подвесной мост. Я вот его не ценил в советское время, а когда потом стал посещать другие, там Токио посмотрел, там другие мосты, и понял, что наш мост хоть и маленький, но он прикольный, он реально крутой. Сейчас, тем более, сделали еще, ну там у него подсветку очень интересную. В плане мостов у нас, да, у нас прикольно. У нас их много, даже не знаю, какой из них там более знаменит. Потом по поводу, что топ-5 мест, понимаете? Вот если вбиваешь в гугле там Париж, получаешь там сразу же в качестве результата там 500 фотографий Эрифилева башни. Вбиваешь там Лондон, видишь там 500 фотографий Биг Бена. Вбиваешь там, не знаю, там Берлин, видишь Бранденбургские ворота. Никакого такого открыточного, такого места, которое у нас увидеть и ах, у нас его, скажем честно, нет. У нас есть какие-то, конечно, приятные места, но такое прямо сказать, что вот вы туда идите, и там вы прямо ахнете. Нет, таких мест у нас в городе нет. Но у нас есть очень хорошо сохранившийся старый центр города. Там прямо целые три улицы, на которых очень много старых зданий. То есть вот почему, когда вот мы поехали все в 2011-2010 году в Европу, мы стали возвращаться в свой город, и зазвучали такие голоса, что как бы, слушайте, ну а что такого-то? У нас город, в общем-то, если говорить честно, интереснее большинства европейских столиц. Да, есть крупные города, типа там Лондон, Париж, Нью-Йорк, но всякие маленькие города, типа там какой-нибудь там Любляна, какой-нибудь там София, там какие-нибудь другие города, но они, в общем-то, даже не лучше Красноярска. Они по-своему интересны, но и Красноярск не хуже. Плюс как-то в городе люди полюбили чистоту, люди как-то поняли, что и за собачками надо убирать, да и бумажки можно бросать в урну, да и городские власти у нас полюбили. Архитектуру и внешний вид города, чтобы он выглядел по-европейски. Мы ушли от Севдепи, и центр города у нас очень приятный. То есть самое главное, что я советую, это вот пройтись по центру города. Центральная улица, проспект Мира. Ее можно пройти с одного конца в другой конец. Можно как бы сворачивать на разные переулки. Можно там, понимаете, и вы будете видеть массу приятных вещей. То есть где-то такое здание, где-то такой музей, где-то тут еще что-то. И это все будет понемножку восхищать. Плюс, если уж называть конкретные места, то с проспекта Мира можно, ну я не знаю, кто-то если будет записывать, можно свернуть на улицу Горького. У нас каким-то чудом так вышло, что около парка Горького была улица старых двухэтажных домов, где жили люди. Причем дома были реально крутые. Но так вышло, что это там, знаете, есть такое нехорошее слово, там Шанхай. Шанхаем называли раньше районы деревянных домов. А тут вышла какая-то одна улица, такого Шанхая, но очень красивого. И власти города, улица была не пешеходная, то есть там как бы не проходная. То есть там никакой бизнес мелкий туда не залазил. Там никто не хотел строить ни магазины, ничего вообще. И этот Шанхай сохранился. И так вышло, что несколько лет назад власти города задумались, вложили туда денег и эту улицу очень красиво отреставрировали. И если кто-то был в Южной Корее, в Сеуле, там видели, там тоже целый район города, старых домов, их просто привели в порядок и оставили все как есть. То же самое здесь, дома привели в красивейший порядок. Сейчас там сделали бурчатку, поставили красивые фонари. И выглядит это очень здорово. Плюс этого же проспекта мира, если вы дальше гуляете. Можно свернуть, где театральная площадь. Собственно, полюбоваться мост с десятки. Посмотреть на наши новые гостиницы, посмотреть на театр рупри и балета. Тут же наш местный биг-бен, который был у нас сделан любимым мэром Пимашковым, который вот ушел от нас в прошлом году. Мы, кстати, все действительно были расстроены. Человек любил город, городом занимался очень долго, с любовью подходил. Там город Старфонтанов он сделал. Ну, там много, много что он сделал для города. Собственно, биг-бен, мост на десятку, театр рупри и балета, старая гостиница Красноярск. Плюс там же как бы и гостиница и новая у нас. Там сейчас расположено, там вот, собственно, ибис на отель, который я называл. Плюс можно идти дальше по проспекту мира. И вы, собственно, как раз выйдете на один из мостов. Вы выйдете на пешеходный мост на остров Татышев. Теперь хочу сказать такую вещь. Если вы к нам прилетите все-таки в летний период, и никаких новых ограничений, вроде ковидных, у нас не будет, то вечернее время я очень даже рекомендую для прогулок. Потому что у нас хоть и город холодный, а для холодных городов характерна такая ситуация, что как бы жизнь, она вся происходит в помещениях. Вот в теплых городах мира жизнь вся на улице. Вот там Рим, там рестораны на улице, столики на улице. Никто внутри даже не сидит. А холодные города, там какой-нибудь, не знаю, какой там Исландия, там все у них, все в зданиях. У нас же летом, как бы как-то так уж вышло, у нас все рестораны делают себе летние площадки. А последние год-два у нас на улицах вечерние, если как бы хорошая погода, нет дождя, независимо от того, какой день недели, у нас на проспекте мира все это живет. Вот с наступлением вечера, там ночи, там типа 10 вечера, 11 вечера, 12 ночи, там до 5 утра это бывает. Играют диджеи, музыка, очень много людей. Самое главное, что надо тут при этом заметить, что все люди как бы совершенно разные, но совершенно позитивные. То есть у нас, я помню, даже прошлое лето, я совершенно не видел полиции, это номер один, вообще не видел полиции, хотя народу полно, и не видел никаких конфликтов. То есть никто ни с кем не дерется, никто ни с кем не конфликтует, все на каком-то позитиве, везде свои как бы тусовочки, у этих ресторанов, у этих ресторанов, везде полно людей. То есть я вот советую, ну, прямо прогуляться и вот эту атмосферу ее ощутить. Еще какие-то топ-5 нет. Но если вокруг города Красноярска, опять же, у нас есть заповедник Столбы. Это был мой следующий вопрос, да. Вы уже обмолвились по поводу того, что есть прекрасный загород, и вот нужно разобраться, что там происходит. Про Столбы обязательно расскажите, бывали ли вы там, что можете посоветовать туристу, которые туда попадают. Окей, заповедник Столбы – это, как бы сказать, такое природное явление, как бы все описывают по-разному, почему эта штука получилась. Вроде бы как. Самое такое полное объяснение, которое меня устраивает больше всего, это то, что во время ледникового периода, ну, вот у нас вот город, город окружен горами, очень красивыми. Кстати, опять же, осень, все это яркими красками. Что когда шел ледник миллион лет назад, он с гор содрал с каких-то почву, и обнажились скалы, которые внутри этих гор. И скалы все эти причудлива формы. Скалы, понимаете, это не сравнить там ни с Непалом, ни с чем это там. Это всего лишь там, грубо говоря, какие-то скалистые образования, там 50-70 метров высоты. То есть это не так много. Но они все какие-то, они все имеют разные названия, и эти там, например, перья, дед, бабка, потому что на самом деле они похожи на эти вещи, которыми они называются. Есть такое прекрасное явление столбизм, это когда люди на эти скалы залазят. То есть это такой, как сказать, такой альпинизм-лайт. Можно, конечно, и убиться насмерть совершенно нормально, и люди там периодически насмерть убиваются, но само по себе явление очень такое, очень интересное. То есть если вам, опять же, не лень, если вам не лень пройти 7 километров в горку, а потом на эти скалы посмотреть, и опять же ощутить атмосферу, как горожане в достаточно большом количестве по выходным, и в теплую погоду, даже если не выходные, как бы ходят туда, и там просто гуляют на эти скалы, смотрят, как люди лазят, сами залазят, там пикники устраивают. При этом все достаточно очень культурно, то есть опять же там есть те, кто следят за чистотой, и люди не мусорят, в целом стараются не мусорить, плюс там какие-то лесенки, ступеньки, везде лавочки и все вот это. Можно сходить и посмотреть. То есть явление достаточно приятное. Если вы каким-то образом к альпинизму имеете отношение, или вы любите горы, то Красноярск посетить ради столбов имеет смысл однозначно. Если же вам лень идти 7 километров в гору, а это достаточно утомительно, это реально там, ну ты идешь долго, ты идешь там 2-2 с половиной часа с перерывами, и ты действительно устаешь. И потом, может быть, даже не стрелется у тебя сил там по этим, вокруг скал погулять. То можно, есть у нас Бобров лог, фан-парк. Ну то есть фактически это строили как зимний курорт. Это горы, на которых люди катаются на сноубордах и на лыжах. Совершенно европейского качества все это дело. Конечно же там не так высоко, как где-нибудь там в Цюрихе или где-нибудь в Германии, в горных частях, но Цюрих, я назвал как столицу, конечно же в Цюрихе никто не катается. Извините, пожалуйста, прошаренные слушатели. Я имел в виду курорты типа Сент-Морицу. Извините, пожалуйста, еще раз. Такие высокие трассы, они не такие длинные, но все абсолютно оборудование. Там у нас есть подъемники, которые в том числе работают и летом. Зимой там много народу катается, а летом там люди просто гуляют. И опять же можно на подъемнике подняться наверх, посмотреть на город сверху. И там же есть тропинки, как можно до столбов дойти. Плюс еще у столбов есть так называемый восточный вход. Если кому-то сейчас интересно, пускай запишут восточный вход. И там это еще один вход в парк Столбы, в заповедник Столбы. Но там интересный момент, что если вы окажетесь у нас в городе зимой, там есть одно место, где грубо говоря там у скалы есть обрыв. Прям ответственный обрыв. И наши альпинисты стали последние годы делать следующую вещь. Они там заливают ее водой, получается такой ледяной водопад. Как водопад, но из-за льда. Они его делают для того, чтобы там заниматься альпинизмом. Они просто собственно по этому льду лазят. Но невозможно же лазить круглые сутки. Да и зима длинная. Поэтому масса народу, особенно свадьба, приезжает туда на фоне этого водопада фотаться. И получать действительно очень крутые фотки. То есть на фоне водопада можно посниматься. А после водопада люди узнали вообще об этом месте, что оно есть. То есть стали туда ездить и летом. Там и летом достаточно красиво. Ну вот, если кому-то хочется двинуться дальше Красноярска, опять же говорить, в целом о крае. То у нас есть такое место Плата Путорана, но это огромная территория, на которой я еще не был. Про нее стоит почитать. Туру туда стоит дорого, но там прямо есть что смотреть. Там прямо северная природа. Ну в целом вот так. Опять же можно поехать на юг от Красноярска, поехать в сторону Хакасии. Там начнется степь, там начнутся древние захоронения. Там тоже есть что посмотреть. Так, хорошо. Раз мы уже рассматриваем территорию за Красноярском, то давайте, наверное, обсудим тему культуры коренных народов Сибири. Я знаю, что вас ее очень уважают. Например, что я видела. В ТикТок прославился красноярский музыкальный коллектив Атукен, если я правильно говорю, который очень стильно и очень классно переосмыслил народную чулымскую музыку. Вот где в Красноярске или, может быть, за его пределами можно познакомиться с культурой коренных народов Сибири? Вот смотрите, есть у нас два музея. Краеведческий музей и музейный центр. Я, честно говоря, не так сильно знаком. Но я знаю, что периодически какие-то выставки, экспозиции и выступления музыкантов, а их много, кто у нас, собственно, переосмысливает вот эту музыку, там, корловое пение, стоит сходить туда и узнать там. Честно говоря, каких-то регулярных вещей, куда можете прийти там в любой день и каким-то образом с этой культурой соприкоснуться, я, честно говоря, не знаю. Я всегда говорю о еде, а не спрашиваю, мне это интересно. И мне очень хочется, чтобы вы обязательно рассказали, что стоит попробовать в Красноярске и где лучше всего поесть, перекусить, все что угодно. Выбор прекрасных ресторанов абсолютно мирового уровня, которые получили бы даже по одной, может быть, даже кто-то и подвезли до Мишлена. Если бы эта организация до нас бы добралась, то у нас он как бы невероятный. Я с гордостью скажу такой факт, что количество точек общепита на душу населения в Красноярске самое высокое в России. То есть, конечно же, в Москве, в Питере ресторанов больше, но так как у нас всего миллион жителей, то количество точек общепита на душу населения у нас номер один в России. Столько, сколько ресторанов есть у нас, на каждого человека нет больше нигде в стране. Ресторанов очень хороших у нас очень много. У нас вот это количество, оно перешло в качество. У нас невероятная конкуренция между ресторанами высокого уровня. Но вот есть такая премия Where to Eat. Премия известная, они выбирают лучше рестораны в Москве, по Дальнему Востоку, по Сибири. Но вот в прошлом году, вот этой зимой фактически прошедшей, было награждение премии по Сибири. Причем регион совершенно огромный. Там от Омска до Дальнего Востока, все, что касается. Все вот этот регион сюда входит. Из пяти лучших ресторанов региона, четыре из них красноярские. Причем я думаю честно, если, то может быть даже ресторан, вот этот вот, который занял четвертое место Сибирь-Сибирь, Новосибирске явным был. Ну, хороший ресторан, ничего как бы плохого, конечно же, не сказать. Но если честно говоря, ну как бы ресторан-ресторан. Может быть даже имело бы смысл и пять ресторанов делать лучшими из Красноярска. Совершенно без ложной скромности. И я ни одним рестораном не владею. Вся эта слава принадлежит совершенно другим людям. Но уж если говорить, как бы положа руку на сердце, ресторанов очень крутого уровня, совершенно европейского. У нас очень много. Плюс у нас есть, может быть вы знаете, филиал школы Бакюза. Это гастрономическая школа, французская. Ее нет ни в Москве, нет в Питере. То есть в России она только в Красноярске. Их там несколько вообще филиалов в мире находится. Выпускники вот этого филиала нашего Красноярского получают два диплома. Первый диплом это нашего, собственно, Сибирского федерального университета, где не учатся. Второй диплом на французском получают от этой школы. И с этим дипломом могут ехать в любой ресторан мира и устраиваться где угодно шеф-поварами. Ну там либо не шеф-поварами, либо сразу на хорошей должности. Это просто невероятно. То есть вы можете себе представить, в Сибири, в глубинке, в миллионном городе есть у нас вот такая подготовка поваров. Поваров и специалистов ресторанного бизнеса. Это невероятно, это потрясающе. Вот. И эффект это имеет, между прочим. То есть я говорю, что еще раз, ресторанная культура в городе у нас на высочайшем уровне. Я почему сейчас не хочу назвать какие-то рестораны, просто я назову там 1, 2, 5 и обижу остальные. Ну просто единственное, что бы я хотел назвать, что если все-таки вы летите в Сибирь, в Красноярск, и вам хочется прикоснуться вот прямо к сибирской кухне, вот конкретно есть в ресторане Тунгуска, есть там у них прямо такой сет, называется «Вкусы Енисейской Сибири». Сет очень большой, там очень много блюд, понемногу. Вы можете его взять и вот собственно сибирские блюда попробовать. Но еще раз, у нас все рестораны, все понимают, что как бы делать там какой-то итальянский ресторан, ну это Италия, там еще какие-то японские, это Япония, там как бы все стараются делать очень крутой продукт, очень крутые блюда на локальном продукте. Все понимают, что крутизна именно в этом. Не в том, что ты там повторишь блюдо, как в Италии, или сделаешь блюдо, как в Японии. Крутизна в том, именно всех вот этих топовых ресторанов, что делать очень крутые блюда на том продукте, который есть здесь. Там с севера края, с юга края, то есть там использовать то, что производится именно у нас. Сереж, ну вы можете хотя бы капельку рассказать, что там в этом сибирском сете? Я закажу его, и мне принесут что? У нас здесь делают, опять же, злокальный продукт, и закуски, и горячие, и холодные, и что хотите. Собственно, это рыбка, это то, что у нас растёт из земли, и то, что у нас бегает по полям и по лесам. Что ваше любимое? Ой, слушайте, я всё люблю. Я, видите, я фотограф еды, я в рестораны постоянно езжу, я фотографирую эти блюда, и я их пробую. Я обожаю, как делают паштеты у нас, из чего у нас их делают. Я обожаю то, чем их украшают, обожаю сырое мясо, всё, что тут у нас предлагается из сырого мяса. Я люблю всю сырую рыбу, которую у нас здесь предлагают, поэтому я люблю всё. И местную рыбу, и местное мясо, тартары из местных уярских бычков, это просто что-то невероятное. Кстати, я хотел бы сказать про этот ресторан, опять же, что это не просто у нас стараются только повара, а, например, этот ресторан Тунгуска, вот он открылся в 19-м, по-моему, году, или в 20-м, сейчас я боюсь ошибиться, но вот он, новый ресторан. Он получил несколько престижных мировых премий, за свой дизайн. И, насколько я понял, по одной из премий, по-моему, в 20-м году, или, ну, типа, в 20-м году было награждение за 19-й год, вот когда они открывались, они в одной из престижных премий, я забыл её название сейчас, они получили первое место, то есть они были признаны лучшим дизайном в Европе у ресторана. То есть лучший европейский ресторан по дизайну то ли 19-го, то ли 20-го года по одной из престижнейших премий. То есть, на самом деле, гастрономическая культура у нас на высоком уровне, всех призываю приезжать, закладывать какое-то количество дней, обедать в одном, ужинать в другом, обедать в одном, ужинать в другом. Плюс у нас в ресторанах есть завтраки, вы можете и завтракать в разных ресторанах. Так, хорошо. Давайте перейдём к нашей особой рубрике «Городские легенды и мифы». Расскажите, пожалуйста, о местном городском фольклоре, если он вообще существует, например, про проклятый военный госпиталь за Центральным парком, или нехороший дом на улице Лебедевой. Что там за дом такой, существует ли он в том числе? Ну, я немножко готовился к эфиру. Слушайте, я, честно говоря, понятия не имею, что там с военным госпиталем, и что там с нехорошим домом. Что не так с ним? Слушайте, на самом деле, ничего про это нет. Вот это какие-то такие истории, которые не являются какие-то широко известными. Единственное, что я могу сказать, отличительное, на самом деле, для нашего города, чем мы гордились до последних лет. Вот есть древний праздник Иван-Купала, который в стране вообще не знает никто, все вообще о нём позабыли. И до какого-то там популяризации язычества недавнего, просто вообще никто даже не думал, что какой-то Иван-Купала. А в Красноярске даже в советское время, вот этот праздник, которому там, не знаю, какие-то тысячи лет, он у нас отмечался. У нас на самом деле 7 июля весь город всегда обливался. Последние годы у нас стала погода плохая, потому что всегда 7 июля выпадал жаркий день. Всегда детвора, там люди, не знаю даже какого, там более-менее молодёжь, там все водяные пистолеты, банки с водой, там бутылки с водой, какие-то пластиковые, все обливались. Последние годы у нас просто часто выпадает дождь и холодная погода на 7 июля, и праздник затух. Но вот языческий праздник, причем обычно все, я даже помню, какие-нибудь там артисты приезжали, там, я говорю, там, ой, завтра 7 июля, там, я был сопровождающим в то время у артистов, говорю, завтра 7 июля, там, типа, там, аккуратнее, а, см. что аккуратнее? Говорю, ну, Иван-Купала бы, что это такое вообще? Говорю, ну, почему все обливаются? Я понял, как в какой-то момент, что никто вообще не знает, что это такое, и никто его не празднует. Языческий праздник, которому там сотни, а то и тысячи лет в Красноярске праздновался вот до недавних времен. Как Новый год в Таиланде. Да, именно так, только на Новый год в Таиланде они это делают неделю, и им позволяет, как бы, климат это делать каждый год. Ну, вот у нас это был один день, но прям плотненько отмечали нормально. А сейчас этого уже не происходит из-за того, что холодно? Да, последние года, 7 июля, выпадает как-то плохая погода, холодная, то есть недообливание просто. Ну, когда канал улицы плюс 16, а то еще льет дождь, но ты не пойдешь в футболке, не полезешь в фонтан и не будешь обливать друг друга. А до этого реально выпадалась жара, там по 30 градусов, там же солнце полило с утра, все, под балконами идти невозможно, тебя обольют, там на остановке подъезжает автобус, там кондуктор всех обливает, кто-то обливает кондуктора. Ну, то есть обливались все вообще, то есть тотальный был праздник в городе. Круто. А Сергей, что вы посоветуете каждому, кто соберется посетить Красноярск? Посоветую, ничего не бояться, заложить побольше дней, приезжать в город к нам, гулять, кайфовать. Каких-то особых советов, не знаю, типа там возьмите резиновые сапоги или там, не знаю, дубинку, бронежилет, не, ничего такого абсолютно. Ну, денег возьмите побольше, вдруг что понравится. Опять же, шоппинг с сувенирами у нас может быть кого-то устроит, захотите что-то себе приобрести. Общайтесь с людьми, если вы одинокие мужчины, у нас много одиноких женщин, ну, как, наверное, везде в России. Да, что посоветовать? Приезжайте, приезжайте, кайфуйте. Выбирайте главный месяц получше, выбирайте там какую-нибудь июльку, приезжайте или в сентябре фото понаделаете. Абсолютно интересный рассказ о Красноярске мы услышали сейчас от Сергея Савина, фотографа, путешественника, который умудрился уже посетить 109 стран, я думаю, это не предел. Я вас очень благодарю. Спасибо вам огромное. Картинка сложилась. Спасибо большое. Спасибо. Это подкаст «Полетим-поглядим», будьте с нами и узнавайте о новых интересных городах. Подписывайтесь на всех платформах и делитесь выпуском с друзьями. Пока. Субтитры подогнал «Симон»